Театр под парусом «Академический глобус» готовится к открытию юбилейного сезона. Молодежному 90 лет. Это и оксюмарон, и целая эпоха. Театр юного зрителя до наших дней. Чем порадуют и удивят глобусовцы своего преданного зрителя, расскажет Андрей Баев. Премьеры обещают почти каждый месяц. 2019 год театра в «Глобусе» завершат традиционным международным рождественским фестивалем. Также в декабре для самых юных зрителей новогодняя премьера «Сказки Морозка». А уже через месяц в постановке того же режиссера Ивана Орлова ребятам представят спектакль «Злый день, зловредень» в коробочном царстве. Отмечать 90-летие театра начнут в конце марта. В течение юбилейной недели «Глобус» представит лучшее из репертуара. На показы приглашены столичные театральные критики, которые впоследствии поделятся своими впечатлениями с труппой театра. Основные торжества пройдут в день рождения ТЮЗа 4 апреля. Мы, конечно, хотим немножко сдвинуть сюжет торжества. И помимо спектаклей, встреч, разговоров, приглашенных людей, также войдет еще тоже очень важное событие. Мы в содружестве с драматургом Юлией Тупикиной работаем над тем, чтобы сделать 4 апреля юбилейный вечер нашего театра, ну, как сказать, мягко говоря, незабываемым. И интересным не только нам, но и тем людям, которые придут на нашу большую сцену. Юбилейный сезон в Глобусе будет сопровождаться глобальными ремонтными работами. В следующем году планируют благоустроить территорию вокруг театра, заменить плитку, бортики, на месте чаши старого, так никогда и не запущенного фонтана устроить уличную площадку для фестивалей, постановок и перформансов. До конца 2019-го сотни миллионов рублей пойдут на реконструкцию крыши и модернизацию противопожарной системы. Но мы не останавливаем работу театра, то есть мы продолжаем работать. И сегодня на собрании с коллективом я сказала, да, что возможно у нас тут будут какие-то неудобства связанные с ремонтом, мы тоже понимаем, но как бы подрядчик понимает, что мы, так сказать, работаем. Значит, ну и мы будем, конечно, как бы тоже стараться в этих условиях существовать. По-особому в Глобусе решили отметить и юбилей победы в Великой Отечественной войне. В Новосибирске приглашенные режиссеры Анастасия Патлай вместе с номинантом премии «Золотая маска» Андреем Ивановым поставят пьесу на основе материалов о войне, собранных на территории Новосибирской области. Работа над документальным спектаклем начнется уже в октябре. Андрей Баев, Алексей Зубило, Новости ОТС.